В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. Служить Отечеству. Сегодня в Рязанском институте МВД к присяге привели молодых курсантов. В следующем году подражает мусор. МЧСники привели масштабные учения и о погоде на выходные. Первокурсники принесли присягу на верность Родине. В Рязанском институте МВД более ста молодых людей произнесли слова клятвы и получили право называться курсантами. За одной из самых важных традиций в истории правоохранительных органов наблюдал и наш корреспондент. Клянусь, я сочинение полномочия сотрудников органов внутренних дел. Уважать, защищать права и свободы человека, гражданин. Святаться с учетом института Российской Федерации, федеральный закон. Быть мудрственным, честным, учить своих сил в борьбе за преступность. В жизни каждого стража порядка – это событие значимое и важное. Момент, когда совершается священная клятва служения народу, Отечеству, является началом нового образа жизни, когда в приоритете всегда будет служебный долг и честь. Именно с этого дня почувствовал себя настоящим и полноправным сотрудником органов внутренних дел. И я испытываю очень большое чувство гордости за себя, за свою страну, за свой университет. 63 курсанта первого курса и 91 слушатель факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сегодня выстроились на плацу. Среди них не только рязанцы, но и представители Москвы, Тулы, Иваново, Костромы, Омска, Владимира, Республики Татарстан. Некоторые из ребят – продолжатели семейных традиций. Да, это семейная традиция. Я выбрал университет системы МВД и профессию полицейского, потому что я хочу продолжить профессиональную династию своей семьи. Я хочу также стоять на страже закона и правопорядка, как и мои родители. Мне кажется, что профессия полицейского связана с такими понятиями, как долг, честь, совесть, служба народу. Мужскую профессию и непростой путь службы иногда выбирают и девушки. Я к этому шла очень долго, и я чувствую, что это мое, что мне это будет нравиться, и профессия должна приносить мне удовольствие. Я думаю, это именно та профессия, от которой я буду в восторге. Курсантам пришлось выдержать не только вступительные испытания, экзамены по общеобразовательным предметам и физической подготовке, но и суровый профессионально-психологический отбор. Я считаю, что главная проблема сегодня в повышении качества работы органов тренинг дел – это проблема кадров. Как никогда необходимы высококвалифицированные, с великолепным образованием и хорошей практической подготовкой люди. Я считаю, что наш рязанский филиал, университет в целом, сегодня дает возможность ребятам именно получить такую подготовку, которую ждет от них российский народ. От того, насколько каждый из стоящих сегодня на плацу осознает свою ответственность, зависит спокойствие и порядок на улицах нашего города спустя время. Выбрав путь служения обществу, курсанты вуза с юных лет привыкают к строгой дисциплине. Пятилетний путь ожидает их впереди перед тем, как они станут специалистами и будут выполнять свой служебный долг. Ну а те, кто погоны носит уже давно, ни на минуту не сидят на месте. Так, рязанские полицейские провели рейд на самом крупном в городе – центральном рынке. Цель стражи порядка на этот раз – выявить и пресечь пропаганду распространения наркотиков. Проверяющих интересовало наличие на прилавках запрещенной продукции, товаров с изображением листьев, конопли и прочей символики. Далее Галина Ершова. Футболки с принтами, яркие кроссовки и бляхи на ремнях. У современной молодежи много способов для самовыражения, но не каждый человек уделяет должное внимание тому, что изображено на его одежде. Сегодня в Рязани прошел рейд по изъятию товаров с рекламой наркотиков. В весенний период таких товаров вообще не наблюдалось на рынках и магазинах. Летом был очень большой бум. То есть, если раньше это можно было приобрести только в интернете, через сайты, носки, гольфы, рюкзаки, панамы, шляпы, лосины, то в летний период все рынки были заполнены такой продукцией. И, в принципе, вот эти фотографии – это все у нас сейчас есть. Продажа и ношение одежды с изображением наркотиков – это административное правонарушение. Оно попадает под статью 6.13 Административного кодекса Российской Федерации. Для предпринимателей продажа таких товаров грозит изъятием партии и штрафом от 40 тысяч до 1 миллиона рублей. Для покупателей штраф меньше – до 5 тысяч рублей. Но последствия могут быть намного серьезнее. В их дальнейшем деле будет числиться, что они совершили административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Вроде бы просто ты надел маечку, а в итоге кончится это может очень плохо, да, и там не поступлением какой военный вуз мы говорить уже не можем. Сегодня в ходе рейда найти запрещенные товары не удалось. Ходящие в начале недели они здесь точно были. Информаторы присылали фотографии и номера конкретных точек, где им пытались продать нелегальную продукцию. Варианта 2. Либо продавцы осознали последствия своих действий, либо их кто-то предупредил. В любом случае, скорее всего, в ближайший месяц товаров с изображением наркотиков на прилавках не будет. Но если вы заметили портфели, носки или шапки с запрещенным рисунком, не проходите мимо. Сфотографируйте, запишите адрес магазина или торговой точки и сообщите сотрудникам полиции. Владельцы этих заведений обязательно будут наказаны. К другим темам. В 2017 году в платежках россиян появится новая отдельная строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы спрятаны в графе содержания «Ремонт жилого помещения». Через три месяца эта услуга из жилищной превратится в коммунальную. Сейчас платы за вывоз мусора не нормируются. В среднем она составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Но может быть и больше, так как тариф устанавливает управляющая компания. И руководствоваться она может чем угодно, например, тарифами транспортной компании или мусоропереработчика. Или просто ввозить задешево на нелегальную свалку. А денежки жильцов прятать к себе в карман. С Нового года тарифы должны устанавливать региональные операторы по обращению с ТКО. Такой оператор выбирается один на регион, а значит и плата будет одинаковой для всех жителей. Правда, не во всех регионах утверждены территориальные схемы обращения с отходами. А без них не выбрать и оператора. Так что есть вполне реальный шанс встретить первый день Нового года среди гор мусора. МЧС продолжает масштабные учения по всей стране. В тренировке по гражданской обороне в эти дни принимают участие в общей сложности около 200 тысяч специалистов и почти 50 тысяч единиц техники. Рязань не отстает. 6 октября на одном из заводов спасатели ликвидировали последствия техногенной катастрофы. С безопасного расстояния за происходящим наблюдала Наталья Новикова. А город подумал, учения идут. И правильно. Согласно легенде, в Рязанском районе обнаружен крупный очаг лесного пожара, который угрожает населенному пункту. Необходимо провести оповещение и эвакуацию населения. Современные методики оценки лесопожарной обстановки с применением космического мониторинга и беспилотных летательных аппаратов для определения точной площади и периметра зоны возможных пожаров, а также сложность и готовность работы пожарно-спасательных подразделений к ликвидации лесных пожаров любой сложности позволили благополучно предотвратить распространение пожара и избежать человеческих жертв. Всего в учении было задействовано более 150 человек и привлекалось и 26 единиц техники. Второе крупное учение прошло на предприятии в городе Рязани. Авария на химически опасном объекте. Авария была задумана с утечкой аммиака. То есть в данном случае на предприятии имеется свое нештатное аварийно-спасательное формирование, которое адресовано на проведение данного вида работы. Что мы в принципе увидели как в средствах защиты. Вот это формирование ликвидировало утечку вот этого аммиака с установки. Значит и осуществило эвакуацию страдавшего из зараженной зоны. Работы хватает всем. Тем самым главное предотвратить распространение аммиачного облака. Для чего создана дымовая завеса, чтобы осадить облако. И тогда авария не выйдет за пределы предприятия. Никаких допущений и условностей. В учениях принимают участие самые разные подразделения. В итоге пожар потушен, а лаборатория провела замер проб воздуха на наличие опасных веществ. Всего на территории Рязанской области в практических мероприятиях по тренировке было задействовано более полутора тысяч человек. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Результатами и временными показателями все участники довольны. Все отработали слаженно и уверенно. Около половины всех ДТП в Рязани за этот год – это наезды на пешеходов. Нередко страдают и дети. Поэтому в октябре сотрудники госавтоинспекции проводят акцию. Пешеход, помня о своей безопасности. Далее Анна Герцовская. Пешеходы на дорогах, на тротуарах, на переходах – они повсюду. Вчера сотрудники ГИБДД решили найти их в троллейбусах, чтобы провести с людьми профилактическую беседу и заодно развесить в транспорте памятки с правилами дорожного движения для пешеходов. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не торопитесь. Перейти дорогу, обходить транспортное средство как спереди, так и сзади – опасно и поэтому недопустимо. Это один из пунктов правил для пешеходов. Появление людей из-за маршрутного транспортного средства может стать неожиданным для других участников движения. Пассажирам нужно выйти из троллейбуса и найти пешеходный переход. Если его нет в зоне видимости, то можно перейти дорогу на перекрестке по линии тротуаров и обочин перпендикулярно проезжей части. Также хочу обратить ваше внимание, что в ночное и вечернее время лучше использовать световозвращающий элемент. Это вот такие вот полосочки. Буквально вчера у нас на территории нашего города произошел наезд на пенсионера на пешеходном переходе. Мужчина переходил дорогу, его водитель автомобиля не заметил. Произошел наезд, в результате чего мужчина погиб. Не пренебрегать световозвращающими элементами, носить одежду светлых тонов, не перебегать дорогу, рискуя споткнуться, выходить на пешеходный переход аккуратно, особенно из-за машин и деревьев. Эта информация известна многим, однако пожилым людям надо почаще напоминать правила. Мало того, что они являются самыми незащищенными участниками движения, чаще всего именно пожилые граждане – самые злостные нарушители. При общении с участниками дорожного движения в троллейбусах у нас была уникальная возможность выйти на аудиторию в основном пенсионного возраста. Многие пенсионеры с нами соглашались, некоторые начинали заводить спор, скажем так, но, наверное, даже и в этом споре рождается истина. Пассажиры, в частности, вступили в дебаты по поводу перехода около школы номер 50 в районе Дашковой Песочня. Переходы там теперь установлены по ГОСТу, а не по принципу Народной Тропы. Ну это глупо. Два перехода сделали в сторону метров, наверное, за 200, когда напрямую должен быть переход. Ведь все равно дети лезут через дорогу, их не остановишь, это есть дети. Для рязанцев эта акция стала возможностью выяснить непонятные для себя вещи. Сотрудники ГИБДД ответили на все их вопросы. Люди остались довольны таким вниманием. На зеленый свет я перехожу и так машину смотрю, потому что иной раз машины едут на зеленый свет даже. Иногда и водитель бывает виноватый, и мы тоже иногда. Ну я стараюсь всегда ходить по переходу. Пешеходы, бывает, стоят и раз ринутся резко, начинают перебегать дорогу. То есть, ну и транспорт большой, затормозить его очень трудно бывает. Приходится применять экстренное торможение, большую часть, а экстренное торможение ведет к падению пассажиров в салоне. Я считаю, молодцы. Просто молодцы. Хорошая акция, великолепная. Обратить внимание людей. Это очень хорошая акция. Спасибо. Граждане признались, что иногда нарушают правила, когда сильно спешат, могут перейти дорогу в неположенном месте. Хотя своих внучек, например, учат ходить правильно. Порой именно в торопях можно натворить таких дел, что последствия окажутся необратимые. Будем надеяться, что проезжая теперь в троллейбусах, рязанцы обратят внимание на памятки. По инерции читая то, что попадается на глаза. Первые дни октября порадовали жители региона солнечными и теплыми днями. Похоже, бабье лето закончилось, продержавшись в Центральной России совсем недолго. Но синоптики утешают. Солнечные дни без осадков мы еще увидим. Плюсовые температуры в Центральном регионе сохранятся весь октябрь. А первые заморозки наступят только в конце месяца. Что и говорить, начало октября выдалось в нашем городе расчудесным. Природа выполнила свой первостепенный долг радовать в любое время года. И подарила несколько очень теплых и временами даже солнечных дней. Когда только и хотелось, что гулять и смотреть по странам восхищенным взглядом. Пиная падающие под ноги листья. Но, как известно, погода дамокапризная. И вот уже столбики термометров начали падать вниз. Небо подзатянули облака. И кажется, что тепла больше не будет. А между тем, синоптики обещают, что солнце еще прорвется сквозь облака. Правда, к выходным еще немного похолодает. В выходные дни территория нашей области окажется на юго-восточной периферии обширного антициклона с севера. Поэтому вероятность и интенсивность осадков будет уменьшаться. А также температура воздуха тоже будет понижаться. 8 октября ожидается облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, а днем уже местами. Температура воздуха ночью 5-10 градусов. Днем 11-16. 9 октября ожидается облачно с прояснениями. И преимущественно уже без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 градусов. Днем всего лишь 7-12 со знаком «плюс». В общем, похоже, с зонтиками на время можно будет расстаться. А вот пошуршать осенними листьями где-нибудь за городом или в парке – самое оно, если, конечно, одеться потеплее. Инженеры конструкторского бюро «Аврора» продолжают проводить испытания беспилотного трактора «Агробот». На этот раз трактор вывели на стадион, где он очистил дорожки от мусора. Напомним, «Агробот» – это уникальная разработка рязанских робототехников. Его испытания направлены на отработку различных подсистем, комплекта автоматики, системы диспетчеризации и прочих. Робот может работать при различных погодных условиях и в любое время суток. Сейчас испытания проводятся на базе Центрального стадиона Рязанского государственного радиотехнического университета. И задача, которая стоит перед роботом – автономное цикличное движение по беговой дорожке стадиона. Во время этого движения робот очищает эту дорожку от мусора. Идет отработка автономного движения, а также перехвата управления роботом к Центральным диспетчерским пунктам. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения вечера и начала выходных. Субтитры создавал DimaTorzok